Виктория теперь совсем не плачет. Постоянное лечение антидепрессантами дает свои плоды. Уже больше года ее ребенок находится в Краевой детской клинической больнице. Настоящие мучения малыша начались еще до его рождения. В результате длительного нахождения в утробе матери во время родов он пострадал от асфиксии и получил тяжелые травмы головы и шейного отдела. Сделать кесарево сечение врачи тогда не посчитали нужным. Сейчас состояние у малыша стабильное, но дышать самостоятельно он по-прежнему не в состоянии. И вряд ли это когда-то изменится. Мама Виктория уверена, что непрофессиональные действия врачей лишили ее долгожданного материнства. Видеться с ребенком в условиях реанимации ей удается крайне редко. А хотелось бы проводить с ним каждую свободную минуту. Мы были 20 числа, но вообще сейчас особый порядок посещения реанимации в связи с эпидемиологической обстановкой. То есть нужно все решать через главного врача детской больницы. Чаще раз в месяц не получается просто-напросто. Фактически сегодняшнее заседание стало первым. Ранее судья заявила самоотвод по делу, чтобы избежать личной заинтересованности. В учреждении, которое является ответчиком, работает ее близкий родственник. Специальная комиссия должна будет определить, являлась ли помощь, оказанная пациентке, качественной. И именно от выводов экспертизы будет зависеть дальнейший ход разбирательства. Сама Виктория тоже работает в сфере медицины и уверяет, сейчас ей хочется одного, чтобы такие случаи никогда и ни с кем не повторялись. Мне как бы никакой 21 миллион ребенка не вернет. Поэтому мне тут не столько деньги важны, сколько просто, ну я не знаю, не то чтобы даже и наказать. Просто если уж она не может нести какую-то ответственность уголовную, то пусть она хотя бы понесет материальную. Может быть, в следующий раз думать лучше будет.